В 2018-2020 годах деньги будут выплачиваться всем гражданам и меньшим сберегательный счет на 20 июня 1991 года. Не закрывшим мы его до 31 декабря 1991 года, но при условии, что раньше они компенсацию не получали или получали не полностью. Максимум, на что можно рассчитывать, сумма в советских рублях умножена на 3. Она положена родившимся до 1945 года, включительно всем остальным установлена двукратная компенсация, кроме того до 6000 рублей предназначена наследникам вкладчиков, умерших после 2001 года и не успевших получить свое, что положено. В этом случае время закрытия счета не имеет значения. Есть ли у вас шанс вернуть сумму, соответствующую реальной стоимости советского вклада? Нет. Делать неутешительный вывод руководитель Центра финансовой грамотности в шее Николай Бернзонов. Обязательство государства перед вкладчиками, оцененными в специальных долговых рублях, составляет 42,76 трлн рублей. В 2018-м на их погашение с бюджета будет выделено 5,5 млрд рублей. Если расчет будет идти такими темпами, то понадобится 7 775 лет. Также есть формула расчета компенсации. Для того, чтобы считать компенсацию, нужно умножить сумму своего вклада на коэффициент, зависящий от года закрытия вклада. Например, у меня на вкладе было почти 40 000 рублей, открыто в 1992 году. Вклад до сих пор у меня открыт. То есть, получается, считаем 40 000 на коэффициент 1. Если вы родились, тут вот примерно есть коэффициент, если вы родились в 1960 году, положили на книжку 1000 рублей, закрыли вклад в 1993 и раньше компенсацию не получали. Вам положено 1400 рублей. Соответственно, у меня там лежит 40 000 рублей на 1992 год умножить на 1 и умножаем на 2. Минус 0 рублей. То есть, мне получено почти 80 000 рублей. Но я созванивался со Сбербанком. Мне сказали, что мне ничего не положено. Вообще, прорвись свою книжку и выбрось ее. Сумму умножьте на х3, если вы родились, то 1092. И на х2, если вы моложе. Вычьте из полученной суммы ранее выплаченную компенсацию. Речь идет о нынешнем здравствующих вкладчиках. За компенсацию надо обращаться в Сбербанк. Вот такой вот простой расчет. Но я хотел бы обратить на другое внимание, что даже по этому расчету мне положено 80 000 рублей. Хотя я знаю, что каждый советский рубль тогда оценивался в 0,97 грамма золота. То есть, вам получается нужно 40 000 рублей умножаем на 0,97. Это получается 38 килограмм 800 грамм. И умножаем на сейчас, допустим, 2500 рублей грамм золота. То есть, это получается почти 97 миллионов рублей. Что довольно-таки по сравнению с 80 000 вообще нечестно. Вот такие вот были у нас богатые в СССР люди, что деньги были привязаны к золоту. Благодарю вас за внимание. Если у вас остались вопросы, подписывайтесь и задавайте непосредственно в комментариях под видео. Продолжение следует... Продолжение следует...